Социал-демократы, социалисты и профсоюзы официально объединились в единый блок за простых людей. Сегодня состоялся первый всеукраинский съезд этой политсилы. О чем говорили, далее в материале. 12 часов дня. К Октябрьскому дворцу съехались сотни людей со всей Украины на первый съезд социалистов и социал-демократов. Эти партии вместе с профсоюзами уже официально объединились в единый блок за простых людей. В зале делегаты даже из-за границы. Лидером социалистической партии стал Сергей Каплин. Его кандидатуру поддержали единогласно. Кто за? Дякую. Кто против? Утримался. Решение принимается. Затвердили манефест левых, где указаны как базовые стратегические задачи и цели нашего объединения, так и первоочерговые кроки. Где есть национализация, где есть уменьшение количества нардепов, где есть выборы генерального прокурора людьми, где есть выборные суды и где есть вымога сближать зарплату, пенсию, стипендию и другие социальные выплаты простым украинским гражданам. Также, по словам Каплина, одна из первоочередных задач полицилы объединить Восток и Запад. Партийные активисты уже готовятся к президентским выборам. У нас сейчас не защищены люди. 86% населения за чертой бедности. И всего 2%, которые даже не понимают, зачем стоит хлеб. А у нас цены на социальные продукты выросли. У нас выросли цены на коммунальные платежи. Сегодня нет в политических колах, в большой политике, политических партий, которые представляют интересы простых людей. Вот, в частности, учителей, лекарь, медиков. Есть представители бизнеса и сам бизнес. Поэтому я не вижу никакого выхода сегодня для простых людей, как только поддержать левые силы. А после съезда партийные активисты направились в Минюст и передали решение админсуда о незаконном назначении Ильи Кивы главой социалистической партии Украины. Партийцы требуют зарегистрировать нового лидера социалистов Сергея Каплина.